Привет всем! Мы в Крыльевическом музее Лазаревского. Смотрите, вот здесь у нас представлены дольмены. Вот здесь вот описание, что это и как. Так, идем дальше. Вот здесь вот у нас находки эпохи поздней бронзы. Вот они в таком порядке выложены. Здесь вот у нас выпуклая карта Черноморского побережья. Тут мы видим втулку, то есть это деталь, закрывающая вход в дольмен. Далее у нас представлены орудия различные, тут мечи, украшения. Вот это наконечники стрелки, посуда древняя. Вот здесь вот можете, я приближу, ознакомиться, что это, где оно найдено и в какой период. Вот здесь вот у нас карта расселения местных племен. Это вот музыкальный инструмент. Инструменты музыкальные и рок для вина. И также предоставлю вам картинки, зачитывать не буду, потому что долго очень кому надо. Интересно, пожалуйста, прочитайте сами. Так, сначала пройду по картинкам. Потому что в музее много всего, если все зачитывать, это будет очень долго. У меня может сесть зарядка, я плохо подкатываюсь, походу, в музей. И теперь посмотрим всю вот эту посудку. Не только посудка, здесь различные руки. Приспособления для труда. Вот эти корзины, это для процеживания сыра. Вы здесь, обратите внимание, картины, это быт народов, которые жили здесь. Вот, видите, мелко, но можно будет наблюдать. Тоже сначала начнем с вот этого. Это у нас представлено на картинах. Вот у нас орудие. Сейчас я вам покажу картинку, чтобы вы прочитали, что это. Посмотрите, какая крутая штука. Сразу тоже показываю вам все, что здесь есть. И потом перейдем к аннотации. Вот здесь вот, смотрите, о народах. Вот картинки. Сейчас я покажу, что они обозначают. Вот издалека, чтобы видно было полностью весь ухват. Вот, смотрим, да, кому надо, могут устроить видео и увеличить. А вот здесь вот карта расселения, опять же, местных народов. Давайте вот так переверну, вот видно. И немножко подальше отойду, чтобы полностью охватить всю карту. Вот здесь у нас представлены костюмы. Вот это у нас приспособление для езды на лошади. Давайте я немного увеличу изображение, чтобы лучше видно было. Возвращаемся к привычному формату. Вот это можно увеличить немного, чтобы вы получше посмотрели. Смотрим аннотацию. Вот это изображено вот там. Вот видите, вот эта пороховница. Вот она. Вот так. Вот это, это как раз вот аннотация будет вот то, что вот 10 изображено. Сейчас возвращаемся. Простите, случайно увеличила к привычному формату. Вот это у нас оружие. И вот здесь вот у нас как раз запечатлено, что это за оружие. Видите? Немножко вам увеличу. Вот так вот. Вот это у нас то, что изображено было на картинах. Вот это, это я вам уже показывала, еще раз вернулась. Потому что получилось немножко не по порядку. Вот здесь сначала посмотрим аннотацию. И потом вот это я вам тоже показываю в увеличенном формате. Очень, кстати, это можно даже еще посильнее увеличить. Конечно, качество этого теряется, но, видите, лучше видно, что это. Это различные орудия. Я отражаюсь и мешаю видеть. Портреты. Это различные лидеры политические. Вот видно, кто это. Вот это. Здесь тоже различные, так, принялся к привычному формату, различные орудия труда и быта. Вот это мелкое, это приспособление для усмирения лошадей. Вот это ходули для хождения по снегу, вот по воде. То есть вот это снегоступы большие, грубые. Вот это для льда, чтобы лошадь могла ходить по льду. Вот это вот. Сейчас я вам покажу, что это. Вот это отходы шлаки. Упс, извиняюсь, сейчас меня арестуют. Так. Щипцы мы видели, да? Цепь, кувшин для воды. Вот он, кувшин, цепь там, прочее. Вот здесь сейчас то, что я вам рассказывала, как ходить по воде и прочее. Видите ли, доступы. Возвращаемся к привычному формату. Покажу вам картинку. Немножко увеличу. Так, а проходим дальше в следующий зал. Пока, чтобы вы не скучали, вернемся. Костюм. Здесь у нас опять костюма. Смотрите, какая красота. Традиционные костюмы местных народов. Вот это тухли выходные, женские. Эти, прототип кубунков. Увеличивали рост. Давайте я вам все буду показывать в увеличенном формате, потому что вот эти надписи, я боюсь, что не так хорошо видно. Здесь можно вернуться в привычный формат. Сначала вам покажу вот это все. Это атрибутика свадебная. Можно было, конечно, дольше рассказать, но, видимо, уже не сегодня. В принципе, кто будет в Сочи, в Лазаревском, обязательно сходите. Музей недорогой, 150 стоит посещение и всего лишь 50 рублей в фотосъемках, вот и видеосъемку, поэтому я считаю, что оно того стоит. Вот кто у нас тут изображен. Вот это мы видели, это виртуальная трость, я вам ее показываю. Вот, смотрим, сундучок. Вот он вот такой. Возвращаемся к привычному формате. Смотрите, это жилище народов Шапсу. Так назывались самые первые поселенцы, которые здесь были. Видите, домик, вот эта кухня, вот эта печь для хлеба, вот это амбар, вот здесь женский туалет, седьмое, вот здесь это пасека, вот это домик для гостей. И дальше хозяйственная часть. Первая это сарай, вторая это кормушка для скота, третья это корыца для воды, четвертая это стога сена, пятая это мужской туалет, шестое это гумно и седьмая часть это огород. Далее у нас вот выставлено вот это, это костюм, это ритуальная кукла. Вот она. Видите, увеличиваю. Давайте сначала вам в стандартном формате покажу все, что здесь есть, а потом увеличиваю и покажу надписи. Так, смотрим. Вот это у нас Коран, это старые временные книги. Вот это перстень четкий. Вот это сейчас покажу, сначала покажу аннотации, что на них нарисовано, а теперь показываю картинки. Далее у нас снова идут картинки, орудия. Так, увеличиваю, показываю надписи. А вот здесь у нас, смотрите, имитация жилища шапсугов. То есть мы видим вот здесь седло, постель, котел для приготовления пищи, костер, какие-то вот корзинки тоже, посуда. Прошу прощения.